Тогда, может быть, надо было бы сделать её многослойной. Для тех, кто хочет оставаться на детском уровне, она остаётся. Но для тех, кто хочет восприниматься на другом уровне, она должна давать этот другой уровень, а она не даёт. И поскольку она не даёт этот другой уровень, то получается плохо. Тогда, получается, те, кто продвигается, её оставляют в лучшем случае на роли утешителя бедных и несчастных, на уровне ностальгических представлений детства, но никак не на уровне серьёзного современного зоословоанализа. И тогда, когда Эвидия становится вот таким вот или для простых людей, или на крайний случай. Здесь уж совсем плохо. А это неправильно. То, что воспринимается плёска от самого чёрного, от самого белого, насколько широкий диапазон вы не хотите, чтобы это стало охватывать полностью весь диапазон сознания? Да, тогда, чтобы... Ну, я, по крайней мере, ставлюсь работать в направлении. То есть это, мне кажется, необычайно важным. То есть дать, ну, другие аспекты религиозного восприятия, которые позволят увидеть то, что раньше не было. Не то, что убрать прежнее, не то, что, там, превратить религию из детского простого в очень сложное взрослое. Оставить детское простое тоже, но при этом было, чтобы было и сложное взрослое. Параллельно. Ну, Николай, Николай, в вашем красивом примере о том, что человек остался 5-летняя, так сказать, Абраама, 40-летний читает Аввакандр, все-таки говорит, что он дошел от религии. Странно, что 40-летний человек, будучи религиозным, в это время ничто не прочел по своей религии и не продвинулся. А это очень сложно. Ведь дело в том, что он мог продвинуться очень сильно, количественно, но не изменить подход. То есть, действительно, религия предполагает постоянное изучение, но изучаем ли мы просто количественно больше того же детского подхода? Этот детский подход мог быть технически сложным, но не отвечать запросам современного человека. Это все разный вопрос сложности. Одно, вы ударите, например, если вы открываете Талмуд и начинаете изучать, то это изучение на всю жизнь, оно мог быть технически очень сложным и вполне подходить для очень, так сказать, софистетического ума, но при этом не отвечать на вопросы реальной жизни. Отвечать на ту область, которой она посвящена. И тогда получается, что вы всю жизнь это изучаете, но находитесь в рамках тех вопросов, как они задавались раньше. А если современный мир абсолютно поменял свой подход, то вопросы возникли новые. И вот на эти новые вопросы ответов просто не получено, потому что обычное изучение религии идет в направлении изучения религиозных текстов. Это обычное изучение религии. Да, надо всю жизнь учиться. Что же такое учиться? Открывать тексты и учить тексты. Но как только вы учите тексты, вы встречаетесь с ответами, которые были даны много столетий назад. На комментарии. О, так кто? На комментарии очень часто отвечают. Вот и они отвечают очень часто комментарии на комментарии, отвечают на те же вопросы, которые задавались 500 лет назад. Вся задача создания современного комментария в том, чтобы были ответы на современные вопросы. И в этом весь интерес. То есть обычно комментарии на комментарии или просто комментарии, они пишут, может быть, в терминологии современного человека, но вопросы ставятся те, которые были поставлены тысячу лет назад. А на современный вопрос ответа не дается. Чем отличается современный человек? Вот я то, что я все означал. Современный человек отличается тем, что он видит мир в динамике. Он видит мир в постоянном развитии. Само развитие социума и культуры и личности полагается как нечто абсолютно неотъемлемое от нормального человеческого существования. Нормой является нестабильность. Нормой является развитие. Мы ценим людей, которые продвигались. Мы ценим людей, которые развивались. Мы сами хотим прежде всего развиваться. То есть основой нашего мироощущения является то, что все в мире не стабильно, а динамично. Все в мире развивается. Все в мире улучшается. Во всем мире есть творческое начало, и ты постарайся в это начало вложиться. То есть постарайся, если ты человек искусства, постарайся что-то создать. Если человек социум, постарайся что-то создать. Если человек промышленности, науки, создай. Вот этот императив «создай новое» является просто жизненно неотъемлемым от нашего всего мира ощущения. А религия не говорит «создай новое». Она говорит «воспрями то, что было раньше». И если религия продолжает иметь такой императив «воспрями, что было раньше», то она неадекватна человеку, внутренний императив которого называется «создай новое». И в этой ситуации такой человек этой религии отойдет. Он скажет «это может быть красиво, и у меня даже есть воспоминания детства, но в общем-то мы холим и лелеем иногда воспоминания детства, но не хотим вернуться в детство. Никто не хочет снова стать ребенком. Он хочет, чтобы он ребенком себя чувствовал раз в году, может быть, или там пару раз в году, или где-то в какой-то особой обстановке. Но никто не хочет опять стать 10-летним ребенком или даже 15-летним. Это только наша эта аспекция в качестве добавки. Нельзя вернуться в прежнюю ситуацию. Мы не хотим вернуться, мы хотим продвинуться. А религия, если она не имеет этого вектора, она неадекватна этому устремлению. И поэтому человек начинает говорить, что в общем я в принципе не религиозен, потому что религия не такая, как мне соответствует. Поэтому создание в религии аспекта вот этого динамики, развития, творческого начала, вложения своего творчества в само развитие религии является совершенно неотъемлемой частью. Тогда религия обращается к человеку и говорит, чем мы занимаемся? Мы занимаемся развитием отношений человека с Богом. Мы не занимаемся сохранением отношений человека с Богом. Мы не занимаемся соблюдением правил. Это тоже есть, конечно. Главное, чем занимается религия, это развитие отношений человека с Богом. И это такая же творческая область, как наука. Наука занимается развитием наших моделей мира. Искусство занимается развитием нашего творческого восприятия и нашего описания мира. Не объективистки научного, а, так сказать, переломлено через нашу физику. Религия занимается развитием наших отношений с Богом. Это такая же динамическая область. Это такая же область, где наше творческое начало востребовано. Вот такой подход к религии совершенно меняет ее место в мире. А что же делать с священными текстами? Священные тексты? О, священные тексты остаются на месте, а их восприятие меняется. И вот этому, собственно, и посвящена вот эта книга. Вся ее суть – это изменение прочтения священного текста. Да. Да. Да, 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 да. В основном, в основном, мы же не основываемся на тех текстах научных, которые еще лет назад созданы. Мы пытаемся новым. Конечно, конечно. Ничего образом они не трактуются. Разумеется. Потому что... Ну, правильно, аристотель никто не трактует, разумеется. Просто... Текунечку. Конечно, потому что наука – это свои область, искусство – это своя область, религия – это своя область. У каждой из них динамика устроена иначе. А как будет искусство динамика? О, то есть в науке динамика стоит в том, что мы берем новую модель. В искусстве динамика стоит в том, что мы создаем новый взгляд на мир. Вот смотрели на мир с точки зрения фотографической, допустим, классической живопись, пришел импрессионизм и поменял взгляд на мир. Это не значит, что он отменил классическую живопись. Она вся осталась на месте. Если Аристотеля сегодня, допустим, никто не читает, только специалисты знают, то художественное искусство Средневековья, допустим, или там возрождение, допустим, такое же фотографическое именно возрождение, оно продолжает быть то же и то же востребовано. Никто не хочет сказать, что если пришли импрессионисты, то нужно отменить Рафаэль и Рубенца. Они остаются на месте в художественной галерее. Просто они дополняются импрессионистами. Вот это, например, другой способ развития, который, если в науке Ньютон Аристотеля отменил, и больше Аристотеля не применяется, то в живописи импрессионисты не отменили Рембранта и Рафаэля, они его дополнили. И пришел там кубизм, или пришел там экспрессионизм, он никак не отменил прежнего. В галерее все вывешено, все равно остается. Начиная с греческих изображений, египетских, все равно все остается в музее, все остается важным. И так же в религии. Там свой способ модернизации. В религии он стоит в том, что тексты сохраняются, но возникает их новое прочтение. Там действительно толкуются по-новому. Это не как в науке, согласен, но и в искусстве не как в науке. В искусстве по одному, в науке по-другому, в религии по-третьему. Все это разные типы восприятия, разные аспекты жизни. И в этом смысле, если мы прочтем Библию как динамическую книгу, то вся база нашего подхода изменится. И поэтому, хотя эти вещи сказаны в других местах, но когда мы их видим в библейском тексте, это совершенно другая энергия, совершенно другая сила. Тексты не отвечают запросам. Если ты читаешь, если текст у тебя скучен, и не отвечает запросам, то он не будет. Прочтение текстов не отвечает запросам. В том-то дело, что текст допускает же множество прочтений. И если обычное прочтение текст не отвечает запросам, то текст просто отодвигается в сторону. потому что неинтересен он не адекватен проблемам и поэтому вся задача для меня например как чеха который хочет продвинуть вот это динамическое прочтение библейского текста вся моя задача дать такое прощение кто будет адекватно запросам которые и одной из чек увидишь от тех адекватен его запросов он будет иначе к нему относиться он будет тогда им интересоваться тогда это будет отвечать на его проблемы она не отрицается она остается но это новая вы как многоглядность прочтения многовариантность не несинхронизация существующего прочтения текста к сменившейся установке да оно получается но общество современным грубо говоря отрицать прочтение текста и отрицать станции конечно если прочтение текста не интересно ты отрицаешь там текст а как иначе будешь делать история Bei новоеое прочтение которое становится известным которое начинают преподаваться и тогда это новое прочтение заинтересовывается, ты идешь послушать, это новое прочтение, прочитаешь сам книгу, и тогда ты начнешь сгнать людьми глазами, ты начнешь сам этим интересоваться, если это будет отвечать твоим тем проблемам, которые стоят перед тобой. А не для опасности вступить в такую конкуренцию с временной психологией, которая занимается примерно тем же... А почему это конкуренция? Почему это называется конкуренция? Это называется другой аспект взгляда, который... Опять, я сейчас не высказываю за или против современной психологии. Хочу сказать, что здесь нет конкуренции, если ты даешь разные... если ты даешь из разных источников и на разной базе взгляды так или иначе коррелирующие. Опять-таки, это не является ни в коем случае, хочу тебе подчеркнуть, что это не то, что мы взяли современную психологию и сюда приложили к таре. Отнюдь нет. Весь интерес в том, что это не было бы настоящим. Весь интерес в том, что это аутентичное прочтение, что это исходно передавалось, что это каббала, что это передавалось по традиции, уж пока не имеет 16 века точно. А, видимо, как бы и раньше, но пока не у нас до 16 века точно это прослеживается. И если это является аутентичным прочтением, тогда у него совершенно гораздо больше его важность, его энергия, его значение, чем если ты просто взял новомодно и придумал, ты не придумаешь ни текст, ни новое прочтение, если оно не имеет корней в предыдущем. Весь интерес в том, что это прочтение классическое, только малоизвестное раньше, и не опубликовавшееся именно потому, что оно не отвечало запросам общества. И опубликованное в 20 веке, потому что оно стало отвечать запросам общества. Что кардинально изменилось в нашем взгляде на мир за последние 200 лет? Я бы считал, я бы считал, что 200 лет назад мир социальный воспринимался как данность. Извините. Была... После класса стратификация, да? Да. Я вам сказал, что... Я начал с того, сегодняшний рассказ, что весь переход от Средневековья к современности это переход от статики к динамике. Например, например, наука это одно из самых первых, что перешло от статики к динамике. Наука Средневековья это статическая наука Аристотеля. Наука нового времени, начиная с Галилеи и Ньютона, это наука развивающаяся. Развитие является абсолютно неотъемлемой частью понятия науки. От всех ученых не спрашивают, хорошо ли ты выучил Ньютона. Как раньше от всех ученых спрашивали, хорошо ли ты выучил Аристотеля. От всех ученых спрашивают, что нового ты можешь сказать по сравнению с Ньютоном. То есть, ты только хорошо выучил Ньютона, то это никому не интересно. Понятно, да? Теперь. В искусстве это произошло позже, потому что в начале искусства возрождения оно все-таки очень привязано к тому, чтобы правильно изобразить мир. чтобы схватить, изобразить более точно, более красиво. Нужный аспект мира. Теоретически? Нет, нет, нет. Мы перешли к тому, что ты не изображаешь мир, а создаешь свой взгляд на мир. Никакое современное искусство не занято изображением мира. Оно занято изображением моего взгляда на мир. Совсем другое дело. Поэтому от человека искусства не спрашивают, насколько точно ты изобразил мир. Как от ученого не спрашивают, насколько точно ты выучил Ньютона. Спрашивается, что ты можешь делать новое. Не то спрашивается, может ли ты повторить технику импрессионистов. Повторить технику импрессионистов ничего не стоит. Сегодня. И никто тут не делает. Не потому, что это непревзойденно, а потому, что это неинтересно. Поэтому все занимаются созданием нового взгляда на мир. Понятно? Да, это разница? Теперь. Что изменилось за последние 200 лет в социуме? 200 лет назад, до американской и французской эволюции, мир социальный считался стабильным. Он был нефтой данностью. Мир социум устроен вот так. И иначе не может быть. Есть классы, там социум, есть эти самые, как это называется, социальные слои, как это правильно сказать, не классы, это не классы, это не классы, ну, сословия. Засловия. Человек принадлежит отрождению определенной, есть какие-то там социальные лифты в виде религии, но в целом есть некоторая данность. Мир устроен вот так. Начиная с американ... Главное значение американской и французской революции в отличие от английской, кстати, да, например, в том, что она в том, что она сказала, ты можешь изобретать в области социума. Ты на самом деле творчески предложи, как надо, и попробуй так сделать. то есть, она социум перенесла из области данности в область творчества. Да, не просто, что он может измениться. То есть, до этого полагалось, что устроиться социума стабильно, ты можешь только заменить Креолевскую династию, ты можешь установить там более тесные или более слабые отношения между там сословным представительством или парламентом Креолем и сделать там обязательство или не обязательство чему-то, но порядок данный, он не подлежит изменению. Со времен английской, французской и американской эволюции они сказали, нет, социум это предмет творчества. Вот ты вот посиди, почеши в голове и придумай, какая должна быть конституция и создай ее, и вот создай то общество, которое ты хочешь. То есть, всюду переход от данности к творческости. Теперь, религия не прошла это изменение. Религия полагалась как данность. И вот этот вот зазор между религией как данностью, а всеми областями жизни, и наукой, и искусством, и социум, и всеми областями жизни, как творчеством и созиданием, она делает стенку между религиозными представлениями и душой современного общества. Вот эту стенку необходимо преодолеть. Чтобы ее преодолеть, нужно внести в религию, в саму ее сердцевину, элемент творчества. То есть, религия состоит не в том, что ты исполняешь, что было раньше, дано, а ты занимаешься созданием религии. Ты развиваешь отношения человека с Богом. Ты их переосмысляешь. Ты создаешь следующий уровень взаимоотношений. И тогда абсолютно другое место религии. Тогда она вписывается во всю сферу пространства, как сферу твоего творчества человеческого. Конечно, есть те, кто занимается развитием науки. Я не могу развивать теоретическую физику. Окей, каждый развивает свое, но главное, что он творческий. И тогда религия это тоже предмет развития. Нам интересно, а что нового создано в религии за последнее время? Например, да? Такого обычно просто не возникает, а он должен возникать. То есть даже нам интересно, какие есть последние научные открытия и какие есть новые направления в искусстве. Я уже отметил, что они по-разному. Новые научные открытия иногда старые выкидывают. Была теория эфира, Все, ничего не осталось, совсем ничего. И точно так же может быть выкинут. А вот в искусстве не так. В искусстве появилось новое, например, никуда не выкинуло прежнее. Как были им поясницы, так они остались. Как был Бах, так он и остался. Хотя сегодня никто не пишет новых санат Баха, хотя технически это сделать несложно. Техника есть. Поэтому в искусстве другой подход. В социуме другой подход, в религии свой подход. Поэтому в религии нужно оставаться база, но было развитие. Вот это и есть то, что называется акциальная модернизация. То есть полное сохранение всего предыдущего и надстройка над этим нового этажа, который дает новое развитие. Вот этому посвящена вся вот эта соответственно мой подход. Я перефразирую то, что вы сказали, что динамика входит в нашу личную жизнь. Теперь мы уже не живем свою жизнь в стабильной ситуации, мы живем в постоянно изменяющейся ситуации. Тем более, то есть динамика, тогда можно сказать так, что динамика мы говорили сначала возник в области науки, в области искусства, в области социума, то теперь она находится в области индивидуальной жизни. Индивидуальную жизнь невозможно прожить с теми же представлениями, с которыми ты вырос. Ты вырос и стал взрослым в одном ситуации, а ты постепенно, если ты не поменяешь свои представления, ты сможешь быть адекватным окружающей реальности.